Потом дальше, смотрю, видео буквально попадается мне на следующий день, интереснейшее. Ну, там техника знакомая довольно для бойцов, скажем, кэнда. Имеется в виду кэнда, спортивное дефектование кэнда, когда синаями дерутся, в доспехах, да, ну, вы все понимаете. Есть такая техника, там, ашибарай, это подсечка передней ногой, ну, или задней, это не важно, но чаще передней. Передней ногой высекают, скажем, переднюю ногу. Потому что техника такая есть, но дело в том, что владеют этой техникой очень мало народу, ее практически никогда не применяют. Но сейчас стали больше применять, я думаю, что опять же стали применять ее в связи с тем, что люди начали понимать, что очень хорошо работает то, к чему противник плохо готов. А техника-то не запрещена. То есть у них есть такая, знаете, тема, когда после произведенной, скажем так, атаки, безуспешной, они попадают в некое подобие клинча. В боксе это клинч, а у них это своя братья, я забыл, как это называется, цуба чего-то. То есть когда мечи трутся цубами, направленные четко вертикально вверх или чуть под углом. И они просто друг друга отталкивают, либо на отскоки рубящие действия делают, либо просто по согласию кивают друг головой и расходятся на дистанцию и снова начинают атаку. Так вот в этом положении, на самом деле, некоторые просто прессингуют, а потом высекают переднюю ногу противника. Противник падает, и они рубящими движениями сверху завершают атаку свою. А-а-а! А-а-а! А-а! А-а! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так это работает Применялось это раньше Это была просто казуистика Которая великолепно работала И все просто писали это кипятком Насколько это же круто на самом деле А теперь стали применять чаще И вот в этом ролике подборка из трех таких Ситуаций, которые произошли на каких-то турнирах Вот Классно это работает Понимаете? И тот человек, который только Всю жизнь ходил и мечом-то махался Сверху вниз Всякие шоумены, йокомены И все такое прочее Просто не ожидает, что в такой ситуации Ему раз под две ноги или под одну под переднюю И он лежит Разумеется, чем чаще сейчас это применять будут Тем Все начнут Замечательно понимать Что это классно работает И будут как сами пытаться применять это А чем они больше применять будут Тем больше появится тех Кто этого ожидает И будет умело этому противодействовать Понимаете идею, да? Вот Поэтому тут о двух концах Смотрите, палка Вот эти Хитрые Типа секретные техники Они могут с одной стороны Сами работать Если это действительно Такие какие-нибудь интересные Хитромудрые Секретные техники С другой стороны Как они только появляются Им тут же появляется противодействие И все меньше и меньше Таких техник становится Но я скажу сразу вам Что в старых направлениях Таких секретных техник Довольно мало Потому что физиология человека И там анатомия Она не подразумевает Каких-то сверх Изысканных Ну кренделей И секреты Больше уже базируются Вернее И перетекают В область тактики Комбинаторики И так далее Но я хочу сказать Что вот В бои с оружием Которые Более вариативны На самом деле Что не говорит Траекторий там Гораздо больше Потому что оружие Позволяет Очень много Манипуляций Дополнительных Производить В тех осях И плоскостях Которых тело Уже не работает Вот Там собственно говоря Все это есть И сохраняются Интересные приемы Фехтования Которые Что называется Из-под Подвыподверта И конечно Если Спротивник Не знает Об этих техниках Он может попадаться На эти финты Тот Кто Не пытается Обучаться Новому Не хочет Узнать Секреты Кавычках С других школ Ну там Приемы других школ Как они применяют Может оказаться Очень легкой Жертвой Для человека Который даже Не супер Там разносторонний Развит Просто Действует Совершенно Иначе Не так Как Действует Тот С кем ты Постоянно Занимаешься В зале То есть Человек Который С тобой Ну разделяет Полностью Ту систему В которой Ты занимаешься С друг Дружкой У них все Хорошо Получается Они ставят Блоки Правильные Потому что Бьют они Друга Правильно Понимаете Появляется Какой-то Неправильный Кривой Я вот еще раз Говорю Что Я это по себе Еще знаю Даже и по занятиях Только карате Потому что Есть такие Неудобные Люди Вот Чем у вас Более Высококлассный Спарринг Партнер Который Все делает Идеально Тем с ним Легче работать Но попадается Какой-нибудь Вообще Кривой Вообще Не мастер И даже Не черный пояс А лямой Такой Который Просто Переломанный Буратино Сломанный И он Наносит Обычный Ски Таким образом Что У вас Огилки Поставить Толком Не получится Правильно Понимаете Потому что Он делает Неправильную Технику Вот так Это работает Понимаете Вот Это Часто бывает А Любой Боксер Скажет Как неудобно Работать Если всю жизнь Я работал Против Правшей Как неудобно С тем Кто работает Правосторонней Стойки Левша Ну вообще Неудобно Просто Кобздец Как Так Ведь А почему А потому Что Вот Несмотря на то Что он Применяет Все те же Удары Но он Делает Их Зеркально И поэтому Получаются Немножко Другие Углы Немножко По другому У него Раскрыты Зоны Не так Как Это Смите Привычно И с ним Работать очень тяжело Это при всем При том Что он Как правило Левшей же меньше Он Как правило Ну Правшами Очень много Наработался И поэтому Для него Ничего нет Удивительного Как Правше Противостоять А вот Правше Против Левши Часто Бывает Удивительно Если Это Любитель И спарринг Партнеров У него Нету Левшей То это Просто Трагедия Я понимаю Когда Это Профессионалы Они готовятся Они могут Спарринг Партнеры Подобрать Себе Именно Левшу Если Они Противящие Готовятся К бою И поработать С ним На протяжении Полугода И все Такое А в любителях Это посложнее Вот так Вот Так там Техника Даже Вся Та же Самая То есть Никакой Другой А Вся Та же Самая Я уж Не говорю Про то Если Техника Другая Совершенно Не хотите Попасться На Банальный Какой-нибудь Прием Из какого-нибудь Направления Только потому Что вы Его не знаете Очень просто Ну просто Напрашивается Свои рецепты Надо знать Надо знать Надо все Пробовать Это вовсе Не говорит о том Что надо пытаться Освоить все Потому что Кто-то скажет Универсализма Не бывает Если Если пытаться Всему научиться То Ни фига Не получится Будете уметь Все Но Сам Плохо Да нет Не так Это вовсе Понимаете Плохо Вы будете Уметь Это делать Но вы Будете Догадываться Как этому Противостоять Тем Арсеналам Которые Вы делаете Хорошо Например Владеете Вы хорошо Техникой Карате Вы Будете Своего Противника Атаковать Техникой Карате Но вы Не дадите Ему Работать Той Техникой Которой Совладеет Он Потому что Вы будете По крайней мере Понимать Что вы Можете Противопоставить Это Несколько Напоминает Как человек Который Хорошо Совладеет Шестом Будет Противостоять Тому Кто Хорошо Владеет Копьем Или там Элибардой Просто Понимать Что у них Разные Возможности Но Зная Возможности Оружи Своего Противника Не только Своего Ой Зная Возможности Выше Где-то Можно Было Каратэка Может Своей Собственной Техникой Противостоять Бойцу Практически Любому Если он Будет знать На что Способен Тот Боец Помните Старинную Такую Поговорку Я не знаю Давно Прочитал В книге Долина Попова Компо Традиции Воинских Искусств Не помню Кто это Говорил Ну То ли Суньзы Это Китайская Ему Такая Мудрость То ли Еще Кто-то В искусстве Войны Мне кажется Если Знаешь Себя Я не помню точно Но в общем Суть такая Если знаешь Себя То Значит Один раз Выиграешь Другой Проиграешь Условно говоря Если знаешь Себя Противника То Если знаешь Себя И не знаешь Семьи противника То Один раз Выиграешь Другой Семьи проиграешь Если знаешь Семьи противника И не знаешь Семь себя Вот Вот это То тоже проиграешь Словно говоря Но если знаешь себя и знаешь противника Дерись хоть сто раз Опасности не будет Вот это последнее То есть понимаете Надо знать и себя То есть на что ты это способен И противника И все тогда